Всем привет! Вы на моем канале, вы на канале с клиническим психологом. И сегодня мы с вами говорим про страх смерти. Страх смерти как действительно такая патология. И это конкретненький у нас невротический такой приемчик. Многие не дают поверить себе в то, что действительно, да, я боюсь смерти. Я боюсь смерти. Давайте разберем эту тему, почему она для многих актуальна. И кто может быть привержен этой истории. И кто может, собственно, себе как-то с этим помогать. Во-первых, данная проблема возникает у тех, кто обязательно, просто обязательно находится в состоянии длительного, длительного кризиса. И этот кризис есть поведенческий, есть такой ужасный, страстный, стрессовый, связан с жизнью. Если в вашей жизни присутствует такая история, как «фу, вот это я устал». Что-то я делаю не так, или не то, или иду не в ту степь, или произвожу не ту информацию. Я чувствую, я это чувствую нутром. И если я чувствую внутри вот эту сильную-сильную тягу, какую-то тягу стресса, то она меня напрягает. Причем тут страх старости, страх смерти. Страх старости у меня есть отдельное видео. Страх смерти, при том, что вы чувствуете, что вы не на месте, что вы конечны, и что вы не реализуете свою миссию, свой план, свое предназначение, и оно вообще, собственно говоря, уходит от вас. И тогда действительно страшно. Я денег не заработал, детей не родил, за границей там, например, не побывал, не знаю, лучшим спортсменом, директором на заводе там не побывал. Я шучу, но вот в этом ловите чуточку долю правды. Я понимаю, что что-то не то идет, что-то не так в моей жизни. И какая-то ерунда постоянно происходит, что мне очень-очень сложно становиться вообще самому, самим собой или самой собой. И когда возникает такая жучайшая жесть, простите, мы понимаем, что мы имеем дело с человеком, который находится в хроническом каком-то тревожном состоянии. Страх смерти присутствует почти у каждого, но он у кого-то на 2%, на 3%, на 30%, на 80%. Если на 80%, то здесь нужно копать вот во что. Или у меня был какой-то прошлый опыт контакта с полусмертью, я имел панические атаки, либо был очень сильно болен чем-то, я уже был на грани, да, и мой мозг это помнит. Второй момент, это, ну, почему-то мне так неприятно и так не по себе, что я боюсь, вдруг со мной что-то случится. И это история, которая, ну, настолько может быть болезненной, болезненной, и она никак не дает тебе отдохнуть. И здесь нужен обязательно психотерапевт. Страх смерти может быть у человека, у меня недавно была консультация, да, с семьей, ребенок, ну, как, 14 лет, подросток, и уже боится смерти. То есть, эта история может быть совершенно в разном возрасте, и с ней действительно нужно как с очагом невроза работать и подлатать. И также я бы сказала, что если вы хотите справляться с повышенной тревогой, то вам нужно знать многие навыки, которые ее снижают. И для себя нужно описать, что вам нужно сделать в этой жизни, что вы хотите успеть, фокусироваться только на важном, делать только важные вещи, тогда ваша жизнь будет более наполнена. И если вы находите в депрессии, либо в каком-то сильном стрессе, вам обязательно нужно включать отвлечение. То есть, если даже вы болеете, если вы сейчас там не можете работать, или что-то у вас такое происходит, вам обязательно нужно переключаться прогулками, движением, общением. Это должно вас вытягивать. То есть, сместите фокус внимания. И работайте обязательно с психотерапевтом. Страх смерти, обычно страх непрожитой жизни, либо страх того, что в этой жизни я что-то не успел. Либо вообще, как я говорю, невротик очень сильный вы, ну или ипохондрик. И вы очень прислушиваетесь к тому, что, как разговаривает с вами ваш организм, что вы чувствуете, что вы думаете, что вам нужно, что вам важно. И происходит момент, о божечки, о божечки, что-то, что-то мне не по себе, что-то нужно делать, что-то, что-то нужно менять, что-то нужно, с чем-то нужно работать. И я не понимаю, с чем, за что браться. И начинается тревога опять. Ваша задача – снизить максимально уровень тревоги. Фокус сместить на реальную жизнь и фокус сместить на то, что вы можете уже сделать сегодня. Вот так, друзья. Еще один момент забыла вам сказать, но скажу все равно. Очень важно для себя начать понимать и отказываться от того, что в вашей жизни уже не доставляет радости. И если нужно, начать заниматься совершенно другими делами. Вы на канале Соленый. Друзья, если видео вам полезно, пишите комментарии, приходите в консультации. До новых встреч!